Десятое ноября Лично для меня этот день стал профессиональным праздником, когда мне было всего-навсего 19 лет. День милиции. Я, как и многие мои друзья, товарищи, до сих пор называют этот праздник именно так. Но если нужно узнать его современные названия, то всегда приходится прибегать к помощи интернета, который подскажет, что сейчас этот день, этот праздник называется День сотрудника органов внутренних дел. Ну а я и те, кто никогда не были сотрудниками полиции, так и продолжаем называть этот праздник по-старинке. День милиции. Есть, на мой взгляд, в этом что-то особенное. Память о прошлом. Прошлом, которое не изменить, не переписать. Сменялись эпохи, менялся режим. А на страже порядка внутри страны стояли сотрудники Министерства внутренних дел. Коим еще чуть больше века назад относились в том числе и жандармы. Борьба со шпионажем, выявление и пресечение преступлений, направленных на подрыв государственного строя и самодержаве. Это были основные задачи жандармерии Российской империи. Если сравнивать с сегодняшними структурами, то схожими функциями сейчас обладают Федеральная служба безопасности и некоторые структурные подразделения МВД. Например, Центр по противодействию экстремизму. Но тогда всем этим занимались исключительно жандармы. Всего на Пермскую губернию полагалось 6 жандармских офицеров в составе Пермского губернского жандармского управления. Это на всю Пермскую губернию. В их подчинении были еще несколько десятков фунтер-офицеров и гражданских чиновников. Это на всей Пермской губернии. Дмитрий Софхин заинтересовался темой пермских жандармов почти 20 лет назад. Доцент кафедры новейшей истории России классического университета между лекциями и в свободное время, изучая архивные документы, особенно заинтересовался личностью последнего жандарма Пермской губернии – подполковника Романа Денисовича Демидова. Фотографии Романа Демидова не сохранилось. Остались лишь архивные документы, из которых известно, что Демидов родился 19 февраля 1868 года в многодетной семье армейского полковника. Окончив Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, Третье военное Александровское училище и прослужив несколько лет в артиллерии, Демидов переводится в отдельный корпус жандармов. Весной 1908 года его, к тому времени уже подполковника, назначают помощником начальника Тульского губернского жандармского управления. По воспоминаниям современников, это был немолодой, элегантный, стройный, высокий офицер со светлыми усами, светлыми глазами и бритыми впалыми щеками с благородной проседью в волосах. Мы находимся на улице Петропавловской. За моей спиной Комсомольский проспект, который раньше назывался улицей Кунгурской. Впереди Тополевый переулок. Вот где-то здесь и находилось здание Пермского губернского жандармского управления, где, собственно говоря, и трудился, внимание, по 15-16 часов в сутки подполковник Роман Демидов. Исправляющим должность начальника Пермского губернского жандармского управления Демидова назначают 5 ноября 1916 года. К новому и, как оказалось последнему месту назначения, подполковник прибывает 13 декабря. Судьба сложилась таким образом, что двумя последними местами его службы стали регионы, где прославились предки Романа Демидова – тульские оружейники и уральские заводовладельцы. Штат был небольшой, 6 человек офицеров, но он был не полностью укомплектован. Шла Первая мировая война, и опытные офицеры требовались контрразведки на фронте. Поэтому, когда здесь служил Демидов в конце 16-го, в начале 17-го года, здесь было всего 4 жандармских офицера, включая его. Две должности оставались вакантными, фактически Демидову приходилось работать за несколько человек, за себя и за того парня. Всего несколько месяцев длилась служба Романа Демидова в Перми, но даже за этот короткий промежуток времени он успел сделать то, что многим не удавалось сделать и за годы. Демидов не только не завалил ту работу, которая здесь велась, но поднял ее на новый уровень. Благодаря его оперативной деятельности, деятельности его подчиненных, к февралю 1917 года удалось практически полностью раскрыть крупную шпионскую вражескую сеть, которая была здесь в Пермской губернии. А Пермская губерния, понятно, почему привлекала германскую и австро-венгерскую разведку. Здесь было немало оборонных заводов. В феврале 17-го, буквально за считанные дни до революции, Демидов инициирует дознание по делу Пермского военно-промышленного комитета. К этому времени стало известно, что деятели комитета, как в столице, так и в регионах, не столько работали на нужды обороны, сколько занимались антиправительственной агитацией. Под прикрытием военно-промышленного комитета, под прикрытием помощи фронту, военной промышленности, занимались нередко прямой агитацией за свержение существующего государственного строя. И это во время войны. Этим же у нас промышлял руководитель военно-промышленного комитета, инженер СР Ширяев. Он принадлежал к партии СРов. И вот как раз за прямые призывы к свержению государственного строя Демидов стал его привлекать при активном участии прокурора Пермского окружного суда Леонида Александровича Кудрявцева. И вот это дело раскручивалось в феврале 17-го года. Этот пермский перекресток улиц Куйбышева и Луначарского, на мой взгляд, просто пропитан историей. С одной стороны когда-то находился так называемый дом с Есениным, который сейчас остался лишь в памяти горожан. А с другой стороны находится один из корпусов медицинского университета. Но это сейчас. Чуть больше века назад здесь располагался Пермский окружной суд, где трудились прокуроры, которые зорко следили за тем, как ведут свою деятельность жандармы, в том числе и подполковник Демидов. В то время прокурор для жандарма был другом, товарищем, братом, контролером и так далее. Ведь прокурорский надзор был обязателен для деятельности спецслужб. Но наступили всем известные события февраля 17-го. Государственный порядок не выдержал. В Петрограде все рухнуло. А у нас, у нас в Пермской губернии, можно сказать, было все относительно спокойно. И во многом благодаря подполковнику Демидову. По некоторым данным, он продолжал стоять на страже закона вплоть до 8 марта 1917 года. То есть ровно до тех пор, пока его не арестовали. Ему долгое время не могли предъявить обвинение. Просто не было повода. Но в итоге нашли. Обвинили в умышленном уничтожении документов. Которые на самом деле он и должен был уничтожить в соответствии с положением военного времени. Так Демидов оказывается заключенным. Это здание знакомо всем пермикам. В нем с 1959 года находится кукольный театр. Но так было далеко не всегда. До реконструкции и перестройки здания в нем находилась тюрьма НКВД. Впрочем, исправительным учреждением это строение было с момента основания. Собственно, именно для этого его и начали возводить в 1866 году. А уже в 1871 году, в те времена за городом, на Сибирском тракте, был построен пересыльный замок для этапируемых заключенных. Но не только этапируемых. Ведь взяв под арест, подполковника Демидова поместили именно сюда. Демидов, который страдал от туберкулеза, как это выяснилось по документам, еще до Первой мировой войны. Болезнь эта у него после февральской революции обострилась. Его из тюрьмы перевели в больницу. И там в сентябре 1917 года он скончался. Отпевали подполковника Романа Демидова в Рождество Богородицкой церкви Перми, которая продолжала действовать долгие годы даже после Октябрьской революции. Ее закрыли лишь в 1928-м, когда была сломана колокольня, а в 1933-м были снесены церковные купола. В 2009-м здание вернули церкви, восстановили, установили купола, и сегодня здесь вновь идет служба. Это, наверное, свидетельствует о том, что пермики очень скептически относились к революции и не сильно поддавались революционному угару. Да, конечно, были революционные заправилы, которые пытались тут активно разжигать пламя революции, но основная масса пермяков была критически настроена к революции. Это чувствовалось по многим параметрам. И то, что подполковника Романа Денисовича Демидова, последнего руководителя Пермского губенского жандармского управления, похоронили на архиерейском кладбище, где хоронили самых почетных граждан города Перми, и похоронили в сентябре 1917-го, когда уже революция повсюду разлилась, и когда жандармов всячески третировали, оскорбляли, унижали, сажали в тюрьмы, преследовали. То есть проводились полноценные репрессии уже тогда, до большевиков, но вот в отношении жандармов и некоторых других категорий лиц. Так вот, тем не менее, его похоронили на архиерейском кладбище. Редактор субтитров А.Семкин